Ручная грелка Zippo, Shanti-Shanti-RF, Hand Warmer, грелка для рук. Каталитическая грелка. Началось оно всё, я не знаю когда. В Союзе была ГК-1, грелка каталитическая. Штука хорошая, можно ботинки сушить, можно руки. Единственное, для ботинок нужно, чтобы был приток кислорода. То есть, если вы спрячете совсем в губь, то работать не будет. Так, это прям фирменная Zippo, как и зажигалки. Вот у нас есть наша же фирменная зажигалка Zippo-Zippo, бензин Zippo-Zippo, и вот всё прям бренд. Значит, скучные бумажки. Мешочек очень важная штука, в данном случае это флиз односторонний, потому что в процессе оно нагревается. Фиксатор вот такой вот через бусинку на веревочке. В процессе она прям нагревается, нагревается, и вы в руке держать не сможете, поэтому мешочек здесь очень важная штука. Единственное, я не знаю, будет ли она в нём работать, потому что, так как бы, приток кислорода, это надо проверять. Например, ковея даёт мешочки сетчатые. То есть, вот тут он такой, как бы просвечивает, но не особо. Значит, устройство для залития интересное. Тут вот прям шесть часов можно отмерить. Эта зажигалка у нас на шесть часов, то есть, предполагаю, сколько она, на девять часов, то есть, на шесть, на шесть, да. То есть, по идее одну такую, на самом деле, она заливается побольше. Что-то написано. Теншн, must be filled with light. Так, короче, заполняйте нормальным бензином и не заливайте фигней. Понятно. Использование нефирменных дисков может повредить ваш седером. Это мы где-то читали уже. Так. Ну, на самом деле, кроме шуток, бензин для зажигалок более легкий фракций, чем автомобильный, например. Автомобильный, может быть, будет гореть, но гарантии не дам. Вот так она выглядит. Открывается. Сделаны они все примерно одинаково. Тут у нас негорющий материал и идет пластина. Эта пластина изнутри должна быть покрыта катализатором. Обычно платина. Но докопаться до нее в данном случае нам не получится. Интересно, что в середине пустота. Видимо, для заполнения. Потому что в случае с ковеей, там цельный, цельный материал. Вот это вот маленькая. Прямо она маленькая, маленькая, маленькая. Значит, по инструкции заливать нужно в центр. Мы так и будем делать. И как они предполагают, что мы зальем, видимо, и сделаем вот так вот. Хорошо. Что думаешь, на 6 часов заливать или как? Или на поменьше? Тут, в общем, есть такая штука, что я не знаю, хватит ли маленькой дозы для того, чтобы она раскочегарилась. Я просто не знаю. Вот давай до буквы Z зальем, значит. До начала буквы Z. Это не очень много бензина. Вот. После чего мы возьмем туда и вылим. Значит, идея какая? Пары бензина испаряются, и в присутствии катализатора начинается их процесс окисления. То есть это не горение, а их разложение на части. Чтобы выключить это все, когда она раскочегарится, нужно подковырнуть и снять, соответственно. Чтобы прочистить каталитическую пластину, вот это все нужно в пламени горелки запихнуть или газа высокотемпературного, чтобы оно раскалилось и весь нагар исчез. Соответственно, вот эти материалы не должны пострадать никоим образом. Зажигать будем от зажигалки Zip. У нее не самое чистое пламя бензиновое, поэтому немножко это может быть что-то нам закоптить, но она должна, во всяком случае, завестись. В отличие от грелок ковейских, вот у щелей нету, ковеевскую проще разогревать, то есть она сквозная. Так вот мы залили, там побултыхали, видим, что ничего не проливается. Теперь наша задача ее первично раскочегарить. Затем, когда процесс начнет входить в силу, весь корпус будет разогреваться и держать все это горячим. Я не знаю. Вот смотрите, у нас материал вкраснел, да, немножко? Скорее всего из-за того, что мы его грели. Это раз. Два, она закоптилась. Вот почему не надо использовать бензин, на самом деле, мы не будем другие зажигать. Потому что теперь это нужно прокалять. Но вот она сама стала горячей уже, кстати. И от нее идет уже тепло, это уже чувствуется. Закроем ее крышкой. Как нам показать, что она теплая? Чего нам с этим сделать? Нет, я не буду прикладывать и говорить, а. Пока ее можно держать в руке. Верхний корпус начал нагреваться. Вот так ее держать уже практически тяжело. Сверху обратите внимание щели для вентиляции. В общем-то она работает сейчас. Байлок с термометром. Да? Байлок с термометром. Да охренеть. Ради интереса сейчас уберем ее сюда и закроем, так как она должна быть закрыта. И тут, не знаю, тут можно сделать паузу. Подождем пару минут, посмотрим, что будет на самом деле. В следующем ролике, когда будем узнать другие. Поэтому в этом прощаемся. Продолжение следует...